Избавление от болезней, горя и страдания. Вечная жизнь в кругу родных и близких. Заманчива, правда? Вот только об истинной цели. Завладеть вашими мыслями, чувствами, а в идеале еще и деньгами, свидетели Яговы никогда не расскажут. По этой вымощенной благими намерениями дороги тысячи людей попадали прямиком в ад. Как живут адепты после запрета организации? И почему рушили судьбы тех, кто однажды услышал безобидный вопрос? Вы хотите поговорить о Боге? Жизнь без свидетелей, где теперь читают запрещенные проповеди. Находящиеся здесь обращаются в молитвы к Богу и воле. Как обыкновенные квартиры превращаются в залы царств? Это чаще всего они сейчас даже не собрания, а такие так называемые чаепития. Почему незаконная литература по-прежнему в свободном доступе? А вот это, собственно, сам священное описание, перевод нового мира. Из-за чего распадали семьи служителей Яговы? Был разговор, или ты вступаешь в нашу секту, или ты с сона уходишь из дома, все. И легко ли бывшим адептам возвращаться к нормальной жизни? Мне в личной беседе настоятельно советовалось не поступать в институт, не делать карьеру, а посвящать все свое время проповеди. Судный день, пусть и не такой, как они ожидали, все же пришел. Частный дом в Орловской области, незаконное собрание. Спецназ входит без стука. Датчанин Денис Кристенсен первый из задержанных. Проповедовать он теперь будет не в зале царств, а в тюрьме. Остальные пасторы и адепты, участвуя в тайных собраниях, продолжают играть в прятки с законом. Любящий небесный отец Иегова, мы благодарны тебе за то, что ты избрал нас. Религиозные квартирники, по данным полиции, идут по всей Москве. Адреса вычислить сложно, свидетели старательно заметают следы. Еще недавно здесь звучали молитвы и проповеди, а теперь до Иеговы не достучаться. Двери московского зала царств, который раньше был обыкновенным домом культуры, закрыты и внутрь никого не пускают. Местные жители рассказывают, они всегда обходили это место стороной, и боялись ежедневного наплыва подозрительных паломников. Они ходили по всем домам здесь, в округе, везде ходили, да. Но, по-моему, их сейчас уже нет. Закрыли вот после Верховного суда, все закрыли, так что они пока тут не появляются, нет. Избранники Иеговы уверены, они страдают за веру, но скоро пророк услышит их молитвы и покарает обидчиков. Все эти обвинения построены просто на религиозной нетерпимости. 175 тысяч человек в России остались сейчас вне закона. Каждый из них рискует попасть в тюрьму. Только за то, что он будет читать Библию, делиться своими убеждениями со своими соседями. Деятельность признать экстремистской, имущество и литературу конфисковать. Таков вердикт суда. Управленческий центр в Петербурге и 395 региональных отделений по стране теперь вне закона. Так в чем же экстремизм свидетелей? И можно ли считать запрет организации на территории России? Ущемлением прав верующих. Мне в личной беседе настоятельно советовалось не поступать в институт, не делать карьеру, а посвящать все свое время проповеди, служению Иегове и все остальное мне приложится само собой. Но при этом, если кто-то из внешних спросит, конечно же, такая картинка создается очень благоприятной. Нет, у нас все можно, у нас все учатся, у нас все хорошо. В попытках обрести духовный покой она едва не потеряла себя. С верой в Иегову Ольга жила 15 лет. Вспоминает, все эти годы считала себя благоразумным рабом и не смела ослушаться пророка. Только сейчас, покинув организацию, она начала возвращаться к жизни. Поступает в университет, мечтает стать художником и очень жалеет о потерянном времени. Но вырваться раньше не было сил. Тебя побуждает максимально отгородиться от внешнего мира и полностью быть поглощенным вот именно этим общением. И когда нет альтернативы, да, и ты постоянно слышишь вот одно и то же, что ты должен, что ты виноват, что ты обязан, что Иегова следит за тобой, что он знает все твои мысли. Ну, все вот это вот атака информационная, она влияет. О враждебном дьявольском мире вокруг Ольге рассказали не сразу. Сначала ее окружили вниманием и заботой. Счастливое будущее обещают каждому, кто вступит в общество Иеговы. Это самая настоящая бомбардировка любовью. Человеку начинают рассказывать, какой он хороший, как его недооценивают. Очень хорошо покупаются на это те люди, которые верят в свою особенность, свою избранность, но у которых жизнь, в общем-то, складывается хуже, чем они рассчитывали. Некоторым людям просто не хватает чисто человеческого участия. Им хочется какого-то общения. За любовь приходится платить. Скормив адептом пряник, старейшины достают кнут. Свидетелям, как утверждают эксперты-религиоведы, запрещено отмечать праздники, заключать браки с кем-либо, кроме одноверцев, ходить на выборы, уважать светские законы. Смертным грехом считается и обыкновенная медицинская процедура по переливанию крови. Март 2012-го. Иеговисты тогда собирались открыто. После одного из съездов им задали неудобный вопрос. Если завтра, не дай бог, с вашим ребенком что-то случится, и его спасет только переливание крови. Вы сделаете переливание крови? Нет. Не сделаете, да? Никогда не. Каждый свидетель получает памятку, как родителям защитить своих детей от недопустимого переливания крови. Инструкция на двух страницах. Так называемый бланк С-55 сегодня в свободном интернет-доступе. Рекомендует, цитата, предупредить весь лечащий персонал о своей твердой позиции, о готовности дать согласие на альтернативные методы лечения. Духовная защита важнее медицинской. Если альтернативного лечения нет, нужно просто молиться и надеяться на Ягову. Перелить кровь насильно по закону нельзя. Врачи, которые должны лечить тяжелобольных, тратят время на бесполезные уговоры. Она говорила, что откажется от переливания крови в случае жизненной необходимости для несовершеннолетнего сына. Семейная жизнь Константина начала рушиться, когда под влияние свидетелей Яговы попала сначала жена, потом ребенок. Вместо игрушек мальчику с рождения давали религиозные брошюры. Вместо детского сада, вспоминает отец, водили на проповеди. Миша! Миш! Крик отчаяния и боли, но сын отца не слышит. Поверившая в навязанного ей спасителя жена, по словам Константина, объявила его сатаной. Выгнала из дома, выкинула вещи, с ребенком видеться запретила. Он говорит, папа, когда ты меня уже заберешь, я устал молиться, мама меня ругает, заставляет, молиться я не хочу. Когда он все это рассказывает, он плачет. Мне говорят, я дома даже плачу, когда мама говорит, молись, я не хочу молиться, а мама меня заставляет. Если я не буду молиться, она меня наказывает. Братья по вере становятся важнее родных по крови. С отступниками, которые покинули сообщество, и теми, кто никогда не служил и не хочет служить Ягове, общаться запрещено, уверяют бывшие адепты. Телефоны доверия скорой молодежной помощи до сих пор обрывают свидетелей, которые в одночасье стали предателями. Одна девушка звонит уже на протяжении двух лет, она звонит в слезах, ее избивает отец за то, что она вышла из организации, родители перестали с ней общаться. Чего только не было, она мне присылает просто фотографии, я ей лично вызывал скорую, наряд полиции домой, в другой город, потому что она просто теряла сознание, в крови была. Идеолог движения Яговистов Чарльз Ратселл. Именно он в конце позапрошлого века издал шеститомник, основанный на собственной трактовке библейских текстов, и провозгласил скорое пришествие спасителя на землю, после чего, согласно его теории, все умрут, а они, свидетели, останутся. На иллюстрациях из брошюры Яговистов видны радостные лица адептов. Улыбкой они встречают конец света и гибель человечества. Правда, мест в раю на всех не хватит. Если верить учению, лишь 144 тысячи святых вознесутся, но только в России свидетелей на несколько тысяч больше. Куда их пристроить, Ягова, видимо, пока не решил. Да и день апокалипсиса по непонятным причинам постоянно сдвигается. Пророк ошибался с числом и годом минимум пять раз. Противники организации по этому поводу как только не шутили. Даже переозвучили один из официальных роликов. Как такое могло произойти? Да, мы подчинялись руководству раба. И спустились в подвалы. И теперь сидим здесь. Ну и что дальше-то? Не понимаю. Намеренные ошибки в трактовке библии и ложные обещания, по мнению экспертов, очевидны. Но не за это организацию признали экстремистской. Ее опасность, согласно исследованиям психологов, лингвистов и религиоведов, в том, что последователи фанатично преданы своему богу и считают себя избранными, а всех остальных, как минимум, недостойными внимания. Они декларируют свою исключительность. Они декларируют, что их идеология является единственной верной и правильной. Они не признают любые другие религиозные течения и политические организации, существующие в России. Тем самым создается направление экстремистской деятельности, склонности, приверженности к крайним взглядам и мерам. Обыкновенный экстремизм, замкнутое, огородившееся от мира, тоталитарное общество, живущее по собственным законам и отрицающее другие, в нужный момент по указанию свыше можно подчинить любой цели. Так было с печально известной японской организацией Аум Синрикё. Ее адепты, подобно свидетелям Иеговы, называли себя пацифистами. Им запрещалось косить траву, ведь там живут феи, которые в случае опасности не успеют увернуться от лезвия. Судьба феи неизвестна, а вот 13 человек погибли из-за того, что последователи этого, на первый взгляд, мирного учения распылили в метро Токио ядовитый газ. Мы знаем прекрасные истории тоталитарных сект, когда по приказу их руководителей люди и самоубийством заканчивали. Тот же самый ИГИЛ, созданный по сути как тоталитарный сект внутри ислама, данная организация поставила на уши весь мир. И сейчас все решают, что с этим делать. Как этого монстра, которого в свое время выпустили, как его обратно затолкать. Миролюбивые свидетели могут быть на удивление жестоки. По статье «Умышленное причинение вреда здоровью на религиозной почве» осужден Дмитрий Водопьянов. Согласно данным следствия, он чуть не зарезал брата, который отказался вступать в организацию. После суда пострадавший все отрицал, уверял, и поссорились из-за денег. Ему сколько ни предлагали устроиться на работу, а он никак не хотел. Думает, что лучше всего выпрашивать деньги у меня. Искоренить сообщество на законодательном уровне можно. Сложнее заставить последователей отказаться от ложной веры. Объявленные экстремистами свидетели Иегова не исчезли. Они ушли в подполье. Раньше вербовали у метро и проповеди читали прямо на лестнице. Вот мы хотим вам оставить вот такой основанной на Библии публикации, почему Иисус Христос пришел, спасал нам жизнь. Теперь запрещенную литературу продают в интернете. Брошюры, памятки, ежедневники, даже магниты на холодильник в ассортименте. Почта России доставляет. А этот, прошитый крепкими нитками, сам издат, приехал из текстильной столицы города Иваново. Вот здесь можно разглядеть, что это на машинке. Вот, в общем, такого рода. А вот это, собственно, сам священное писание, перевод нового мира. Тоже наши законодатели близки к тому, чтобы признать его экстремистским, поскольку там очень много того, чего нет в оригинале. Она предпочитает общаться без свидетелей. Не хочет показывать лицо, настоящее имя просит не называть. Запрещенная литература в руках – это рабочий реквизит. Оксана, она же Ирина, она же Елена или Наталья – профессиональный шпион. Внедряется в секты, вычисляет тех, кому еще можно помочь и пытается вытащить. Но возвращение к нормальной жизни одного человека уходит в среднем полгода. То есть у меня была цель, например, не о Библии говорить, а под любым предлогом увести разговор в житейское русло. То есть вот на этом можно сыграть тоже, например. Работа психологов после признания организации экстремистской практически невозможна. Вход на собрание яговистов теперь исключительно для своих, по приглашениям. Имена, пароли, явки не сдают. К новичкам относятся с подозрением. Они стараются сейчас собираться в основном маленькими группами. Они даже в сетях стали шифроваться. Ну как-то уже не так открыто себя ведут. Ну и плюс ко всему, многие центры, которые раньше действовали, они теперь закрыты. Чаще всего у них сейчас даже не собрание, а такие так называемые чаепития. Среди яговистов нередко встречаются и те, кто помог себе сам. В ежедневном рационе Павла когда-то было много псевдорелигиозной лапши. Или, как говорят свидетели, духовной пищи, которую приходилось запивать. Некоторые проблемы с алкоголем у меня были. Это практически единственный способ, доступный для свидетелей говы, для того, чтобы снимать стресс. А стресса в организации хватает, потому что там постоянно делается упор на неизменную проповедническую деятельность. Постоянно молиться, читать регулярно Библию нельзя ни одного дня не читать Библию, это плохо очень. Стресса накапливается очень много. Вот единственный способ его снимать, это стресс, это алкоголь, и многие действительно злоупотребляют. Он принял решение уйти. Вместе с Верой в прошлом оставить пришлось жену и ребенка. Мы не видимся, моя бывшая супруга к этому не стремится, она до сих пор находится в организации, она повторно вышла замуж тоже за свидетелей говы. Поэтому я с ними не вижусь, в том числе не вижусь с сыном. Мне сложно с этим жить, у меня есть по этому поводу некий комплекс и чувство вины. Многие из покинувших организацию смело заявляют, она не имеет никакого отношения к религии, работает по принципу обыкновенной финансовой пирамиды. Руководящий совет. Семеро старцев живут и работают в Америке. У них в подчинении главы управленческих центров разных стран. В России им руководит Василий Калин. Ниже областные надзиратели, под ними районные, затем старейшины и, наконец, пионеры, возвещатели и служебные помощники. Чем больше новых последователей на самом нижнем уровне удастся привлечь, тем активнее денежные потоки текут в головной центр. Ребят, конец света-то скоро и спасемся только мы. А зачем вам дом и еще что-то, если вы понимаете, что скоро вы будете жить вечно в раю на земле, с такими же, как вы, свидетелями Иеговы. Понимаете, поэтому у них даже настолько уже изменен вот этот взгляд на реальность, что для них отдать дом, отдать квартиру, да, жертвовать все свое имущество на благо этой организации, не представляется чем-то таким странным. Эта вера действительно требует жертв. Финансовых свидетелей то и дело просили скинуться на нужды общины. Отнюдь не духовные нужды. Согласно появившимся в сети внутренним документам организации, районным надзирателям два года назад срочно потребовались автомобили. Каждый свидетель обязан был сдать 250 рублей. Если эту сумму умножить на количество адептов в России, их по официальным данным 175 тысяч, получится примерно 44 миллиона рублей. Это лишь одна из так называемых программ помощи. На ежемесячные взносы строились залы, отдельно адепты жертвовали на некое всемирное дело. Сами того не зная, прихожане содержали мультипликационную студию. Теперь я знаю, что нет других богов. Нигде на земле, кроме Иеговы. Спасибо, малышка. Спасибо, что рассказала мне она. Детям мультфильмы, взрослым игрушки подороже. Сэмюэль Хёрд – один из членов руководящего совета. Верный раб, принявший обет нищеты, сверкает ослепительной улыбкой и часами, которые стоят десятки тысяч долларов. Для укрепления корпоративного духа свидетели проводят международные конгрессы. Бюджеты у таких мероприятий огромные. Но чего только не сделаешь ради благодарной улыбки адепта. Я знаю, что теперь я принадлежу Иегове. У меня такое чувство, будто все, что говорит верный раб, обращено лично ко мне. Время от времени мы чувствуем себя одинокими и покинутыми. Но приезжая на такие конгрессы, мы вспоминаем, что мы часть всемирного братства. И мы едины. Чем выше ты по карьерной лестнице, чем больше знаешь и лучше скрываешь правду от других, тем сильнее кризис совести. Не у всех получается с ней договориться. Ольге удалось все осознать, вырваться и найти в себе силы жить дальше. А некоторые опускают руки и уходят навсегда. Был трагический случай в моем собрании, откуда я родом, да, с Урала. Молодой старейшина, он повесился. Вот, ну, конечно, это старались замолчать, замять. Причину не говорили, пока в местной газете не было опубликовано, как именно он погиб. Ну и тогда уже пришлось раскрыть карты. А до этого говорили что, что он просто исчез? А вообще ничего не говорили. Ну, умер и все. Остальные, закрыв глаза на очевидные вещи, продолжают пользоваться дарами братства. Согласно выпискам из Единого государственного реестра, российские свидетели до сих пор владеют землей, квартирами, домами общей кадастровой стоимостью около 2 миллиардов рублей. Больше всего объектов порядка 40 в Краснодарском крае и Ставрополье. Самый дорогой в Петербурге, главной штаб на берегу Финского залива. В Москве недвижимость скромнее, усадьба за 300 миллионов рублей. Все это данные из открытых источников, собранные сотрудниками Центра управления расследованиями. Начиная с 2016 года примерно, и очень активно в феврале и январе уже 2017 года, российские организации передаривали или жертвовали свое имущество иностранным организациям. После этого они должны были из-за собственности иностранной организации, недвижимость должна была перейти в собственность очень идеального, так скажем, верующего, который бы подходил под все понятия для яговистов, понятия идеального верующего. Он должен был старше быть 25 лет и обладать всеми так, как они цитируют, духовными качествами. За рубеж утекает недвижимость и люди тоже пытаются. Российская верхушка свидетелей Ягова из зала московского суда незамедлительно переместилась в финскую штаб-квартиру. Это видео с одной из недавних встреч предоставлено нам ярым противником организации, который пожелал остаться неизвестным. Сегодняшняя наша встреча является своевременным хорошим напоминанием. И Ягова не оставил нас. И он никогда не оставит нас. Поэтому мы и дальше будем делать все, что в наших силах, для того, чтобы оставаться ему преданными. А он будет дальше поддерживать нас. И мы будем чувствовать себя счастливыми служителями Ягова. А живущие в Америке бизнесмены догадались. На желание российских свидетелей как можно скорее сбежать легко делать деньги. За несколько сотен долларов их обещают подготовить к собеседованию в посольстве. Научить правильным ответом на все, даже самые каверзные вопросы. И гарантированно получить в итоге статус беженца по религиозным убеждениям. Есть ли возможность переехать в Соединенные Штаты Америки именно по убеждениям Светили Яговы? Раз эту организацию закрывают, могут ли они рассчитывать на какое-то убежище в плане политики и асайлом? Я отвечу да. Я могу подготовить эти кейсы. Верхушка судьбами простых яговистов озабочена лишь на словах. Реальной помощи им никто не обещает. Духовные лидеры продолжают проповедовать, искать скрытые смыслы там, где их нет, подтасовывать факты и связывать происходящее сейчас с событиями и с переведенной ими же Библии. Марк, видишь ли ты какие-то параллели между событиями в Верховном Суде и тем, что мы читаем в Библии? Знаешь, Стив, я постоянно думал о том, что говорил Иисус в Матфея 5.11, когда Он сказал, что о Его последователях будут лживо говорить все плохое. Именно это происходило во время того апелляционного слушания. Действующим адептам, особенно на руководящих позициях, невероятно сложно отказаться от денег и высокого статуса. Но, может быть, именно сейчас пришло время пробудиться. Не так, как требует Иегова, а по-настоящему, дав, наконец, слово голосу разума. Субтитры создавал DimaTorzok